Здравствуйте! В эфире программа «Дело номер». Как всегда, в начале новой недели все о криминальных событиях и самых громких судебных процессах недели минувшей. Человека, который напал на магазин в Рудном, удалось оперативно задержать. За два часа разбойник, который, угрожая ножом продавцу, похитил выручку, успел уехать в Житикару. В УВД города Рудном поступило телефонное сообщение о том, что по улице Ленина в магазине не установлено лицо, угрожая ножом, открыто похитило денежные средства в сумме 135 тысяч тенге. На месте происшествия с незамедлительно выехала следственная оперативная группа. Полицейские установили, что рано утром, когда в магазине, кроме продавца, никого не было, в помещение зашел мужчина европеец. Он достал нож и потребовал выручку. Женщина отдала нападавшему деньги, после чего он скрылся. Все нападение заняло несколько минут. В дежурном УВД города Рудном сразу были ориентированы все наряды. Был отцеплен район, проведено задержание по горячим следам, но положительных результатов на то время это не дало. Однако, по записи камеры наблюдения, сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность нападавшего. Была составлена подробная ориентировка, которую направили во все городские и районные отделения полиции области. И, как говорят полицейские, через два часа он был задержан в житикаре, куда успел добраться на такси. Подозреваемым оказался 39-летний житикаринец, ранее судимый за аналогичное преступление. В настоящее время, значит, подан факт вбросить до судебного расследования по статье 192 УК РК, значит, разбой. Подозреваемый подборен в изоляторе военного содержания города Рудного. Более пяти килограммов наркотических средств изъято в Кустанае в ходе полицейской спецоперации. Сотрудниками Управления по борьбе с наркобизнесом задержана группа подозреваемых, состоящая из пяти человек. Установлено, что подозреваемые на протяжении трех месяцев, это с апреля по июнь, занимались оборотом наркотиков в областном центре. В ходе обыска квартир у задержанных было изъято более пяти килограмм наркотиков. Всего у подозреваемых было изъято 2 килограмма 892 грамма марихуаны и 2 килограмма 758 граммов гашиша. Второй вид наркотика, по словам специалистов, стоит дороже. Запрещенные вещества хранились в различных упаковках и в различных местах – в гаражах, домах и квартирах. Также у подозреваемых были изъяты приспособления для расфасовки наркотиков. Это электронные весы в количестве шести штук, два кухонных блендера измельчителя, полиэтиленовые пакеты. Это говорит о том, что задержанные лица занимались сбытом. Возраст задержанных от 23 до 40 лет. Среди них есть лица и ранее судимые за преступления, связанные с оборотом наркотических веществ. Один из подсудимых освободился из мест лишения свободы менее трех лет назад. Задержание полицейские провели в рамках широкомасштабной операции «Кокнар МАК-2018», которая началась в республике месяц назад. За этот месяц было выявлено 73 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. И общий вес изъятых наркотиков составил 8 килограмм 846 грамм. Более 20 лет скрывался в Казахстане человек, сбежавший из российской армии. За это время в Кустанайской области он успел получить гражданство Казахстана. На территории Денисовского района сотрудниками управления криминальной полиции ДВД региона совместно с сотрудниками управления уголовного розыска Алтайского края Российской Федерации был задержан местный житель по подозрению в подделке документов. В ходе проверки установлено, что данный гражданин находится в розыске, в федеральном розыске за Российской Федерацией. По факту самовольное оставление войск участия в 1997 году. Еще тогда в России на бриглица было заведено розыскное дело, а сейчас для подтверждения подозрений были проведены все необходимые для подтверждения личности экспертизы. Установлено, что данный розыск в 1997 году приехал по поддельным документам гражданин Российской Федерации и приобрел гражданство Республики Казахстан. Сотрудниками Российской Федерации был установлен аналогичный житель Российской Федерации в отношении его проведенной экспертизы. Как выяснилось, убегая с части 20 лет назад, мужчина похитил документы сослуживца, в которые вклеил свою фотографию, пересек границу и уже в Казахстане продолжил жизнь под другим именем. Новые способы мошенничества зарегистрированы в Кустанайской области. На сей раз жертвами злоумышленников становятся люди, которые потеряли свои вещи. Пообещав вознаграждение за возвращение пропажи, человек может потерять больше, предупреждают полицейские. Количество мошенничеств в использовании сети интернет, электронных объявлений и мобильных платежей по сравнению с прошлым годом в Кустанайской области выросло почти в 6 раз. Злоумышленники придумывают все новые способы совершения преступлений и выискивают новые категории жертв. В последнее время таковыми стали люди, которые просят вернуть за вознаграждение потерянные ими вещи. Человек распространяет объявления с просьбой о помощи в поиске утерянного документа или мобильного телефона через различные социальные сети. Из него сразу становится понятно, где предмет пропал. Также в объявлении там указывает он номер телефона, номер сим-карты, который там был, модель телефона, цвет телефона, какие фотографии на нем были с просьбой вернуть за хорошее вознаграждение. То есть потенциальных злоумышленников оказывается столько информации, сколько необходимо, чтобы завязать разговор или переписку с владельцем утерянного и убедить его в том, что его вещь нашлась. Далее мошенники просят выплатить вознаграждение. После чего деньги перекидываются, злоумышленник скидывает номер киви-кошелька. В 80% когда скидывают деньги, скидывают киви-кошелек, это уже развод. Потом в последующем потерпевший скидывает деньги на киви-кошелек, соответственно, нашедший человек, он теряется. Он отключается, страница удаляется, страница фейковая, страница одноразовая. В последнем случае потерянный жителем области мобильный телефон стоил около 170 тысяч тенге. В качестве вознаграждения за его возвращение он заплатил 25 тысяч. Размер вознаграждения поделил ему сам звонивший, который знал, что телефон недешев. В других случаях добыча мошенников становились суммы в 3-5 тысяч тенге. Такая же схема, по словам полицейских, действует при желании клиента подешевле арендовать квартиру. Объявление о заниженной стоимости аренды от немых хозяев жилья размещается на специализированных на недвижимости сайтах. Далее мошеннику остается только убедить по телефону или в переписке в необходимости предоплаты. Злоумышленник поясняет, что он находится вне города, квартира сдастся через какое-то энное время, допустим через неделю. Если что, прошу вас скинуть мне деньги на киви-кошелек, чтобы я вас записал в очередь. В первую очередь я вам покажу эту квартиру. Если вдруг вам эта квартира не понравится, 5 тысяч тенге мы вам, допустим, идти и вернем. После перечисления денег объявление сайта исчезает, как и мнимые хозяева жилья. В связи с тем, что подобных фактов мошенничества становится все больше и больше, полицейские специалисты настоятельно рекомендуют не перечислять деньги неизвестным, каким бы заманчивым ни было их предложения. В Казахстане запустили онлайн регистрацию автомобилей. Это значит, что при покупке и продаже авто не придется собирать пакет документов и сидеть в очереди в спецсоне. Достаточно иметь электронную цифровую подпись. Вот здесь выбираем автотранспорт ваш, нажимаем кнопку «Далее». Здесь выходят все данные вашего госномер, модель, год выпуска и тому подобное. Все данные вашего транспортного средства. Владислав Комаров рассказывает посетителю спецсона о новом виде госуслуги. У казахстанцев появилась возможность перегистрировать авто в онлайн режиме. Теперь при наличии электронной цифровой подписи на портале электронного правительства граждане могут переоформить автомобиль без посещения спецсона или регистрационно-экзаменационного подразделения МВД. При подаче заявки через портал не требуется сканирование никаких документов. Все необходимые сведения подтягиваются из информационных систем. Если есть какие-то налоговые задолженности, штрафы и непройденный техосмотр, это все нужно будет устранить. Также можно будет оплатить сразу карточкой онлайн это все. Далее формируется заявка и уходит на покупателя. Покупатель также под электронным ключом заходит в ЕГОВ, в портал, в личном кабинете смотрит заявку. Если все его устраивает, то он оплачивает также онлайн через карточку за постановку. Это госномер и технический паспорт. Как заявляют в спецсоне, заявку оформляют и рассматривают в течение часа. При этом можно выбрать самому, получать новые документы и госномера в соне или воспользоваться услугой доставки на дом. Соответствующая вкладка услуги также есть на портале электронного правительства. Курьер приедет, заберет старые документы у продавца и привезет новые покупателя уже на адрес, который он укажет далее. Ежели нет, вы указываете адрес спецсона нашего Карбышева 12, то есть приезжаете сюда со старыми документами, то есть техпаспорт и номера сдаете и взамен покупатель получает уже новые. Это касается только тех машин, кто уже стоит на учете. Первичная регистрация также осуществляется через спецсоны или ОРРДВД. Напомним, что с мая этого года МВД отменила сверку при перерегистрации авто. Теперь при снятии с учета или вторичной постановки авто на учет больше не нужно проходить сверку номеров на агрегатах. Сверху сохранится только до машин, регистрируемых впервые. Кроме того, теперь при замене водительского удостоверения до истечения срока действия больше не нужно проходить медосмотр, а также предъявлять справку от психиатра и нарколога. А при наличии электронной сферовой подписи заменить водительское удостоверение можно онлайн через портал электронного правительства. На сегодня это все. В следующий раз смотрите нас ровно через неделю. До свидания. Пусть все у вас будет хорошо.